кто пришел к нам хоровод есть такие рады рады вас приветствовать включайтесь здравствуйте берите за руки будем нынче говорить о праздниках хорошим очень рада надеюсь что вам понравится и вы будете приходить каждый месяц где-то в конце месяца я подписалась на такое дело как вебинар по календарю самой очень нравится надеюсь что нравится нравится и вам ну что ну что давайте-ка немного поговорим наступает месяц май траве что за праздник 1 мая расскажите пожалуйста кто что знает про первое мая включайтесь в нашу маленькую разминка живен день а где же где же праздник труда вот вы вот вы какие все родные готовые знаете все хорошо а 9 мая что такое что такое 9 мая скажите кроме того что это великий день великой победы прекрасно прекрасно я уже был от вентин александров день победы день матери земли мать царя земля я уже начинаю сомневаться удастся ли мне что-то что-то новое вам рассказать очень рада хороводе хороводит не знающих людей что такое родоница и вешние деды расскажите пожалуйста что такое память предков дни памятения предков усопших предков вот так так беларуси праздную и не только беларуси праздную да да вот отлично отлично так еще немножко осталось праздников мая хорошо хорошо что такое не горьев день что такое и горьев день как его еще иначе называют вообще о чем это великий праздник в мае так какие еще какие еще есть варианты солнце слава говорит деньги рила день когда скот на выпас выгоняют ага юрьев день он же егорьев шестого мая вот марина совершенно верно даже с датой все отлично 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 так добрый вечер а что такое семик семик вопрос становится все труднее так северина пишет русалочья пасха так так какие еще у нас есть варианты семик очень очень важный важный день традиционный я же буду говорить вам о традициях поэтому это очень важно традиционный день вот русал чем день вот вот северина правильно пишет день поминовения заложных покойников единственный день в году когда разрешено поминать звать уговаривать заложных покойников а вот то же время этот день связан с русалками этот день связан с кукушкой этот день связан с сестри с сестримством с сестримством и будем и будем об этом говорить вот сейчас пока интрига набирайте набирайте себе вопросов что-то мы новенькое да узнаем ну а что такое зеленые русальни это последний последний праздник о котором мы будем много говорить что такое зеленые русалии что такое зеленые русалии большие русали и праздники праздники да праздники опять связанные с самками ну вот так вот береза ходит в полную силу русалки выходят на сушу чтобы орошать поля ну вот мы с вами повестку дня и обсудили с вами вот он наш календарь на май когда мы будем что мы будем с вами обсуждать первый день живые вот здесь вот захвачена ночь накануне вот это родоница вешние деды традиционно она празднуется неделю но тут связанная вот она связана с праздником день дождь бога вот поэтому может так и случится что только четыре дня вот в таких условиях зовут предков общаются с предками потом уж день дождь бога потом девятого мая день земли потом двадцать шестого собственно говоря день кукушки тот тот самый семик о котором мы уже говорили и пошли зеленые русалии неделю и они захватывают еще июнь я буду вам подробнее конечно рассказывать о каждом празднике но я хочу сказать сразу предупреждаю на наших встречах по праздникам это ведь народные праздники это праздники которые в разных местностях связаны именно с климатом поэтому если вы обнаружите что я называю какие-то даты вы понимаете что это другие даты что это не те даты которым вы привыкли просто сделайте такую географическую поправку потому что я всегда говорю о том что происходило у нас в стране северной страну северную мы называем Архангельск вот я сижу здесь в Архангельске Мурманская область вот это вот как-то это так называемая Ланецкая губерния вот это даже Вологодская губерния то есть все что вот у нас здесь было на севере о том о том и рассказываю и так как у нас еще совсем 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 не весна у нас у нас вчера еще был снег где кое-где он лежит и только-только очистились дорожки поэтому уж простите если с датами у нас с вами будет некая путаница ну есть даты которые о которых все ненадушны все кто смотрит на природу все кто понимает движение земли вокруг солнца я вам хочу напомнить о том что кое в чем нам надо быть единодушными а единодушными нам надо быть вот в чем в коллагоди так мы называем круг который круг годовой круг есть прямой мужской крест от Калида Купала Ерила Авси то есть вот это вот мужской крест который образует солнечные праздники совершенно однозначно астрономическое явление поэтому тут говорить уж не о чем двигается конечно само празднование двигается как он народе на воробьи скок тут могут могут быть там два три дня там даже пять дней от астрономического явления это может быть как-то в современных условиях привязано к выходным календарю но по-любому вот эти вот праздники солнечные их никуда не а сейчас я хочу обратить ваше внимание что мы с вами Ерила в двадцатых числах марта встретили в двадцатых числах июня собираемся встречать Купала но есть еще в Калагоде тот тайный косой крест который держат наши наши богини наши богини вот смотрите сейчас время лёли пока еще сегодня вот вот этот вот это четверть года это владение лёли прекрасной богини весны и первого мая наступает смена смена жизни в природе наступает время и ее сестры все они дочери сварага бога сварага и богини лады наступает время живы ее время будет до начала августа тут уже придет время макош а там марина третья дочь сварага и лады поэтому мы с вами находимся вот здесь вот в этой точке очень значимой точке одной из восьми значимых точек которые в любых культурах связанных с восприятием природы отмечаются как большие праздники что нас ждет в ночь с 30 апреля на 1 мая с понедельника на вторник я хочу сказать что в кельтской культуре вот языческой друидской там друиды в этой культуре это ночь которая называется вальпургиева ночь там какая-то история с какой-то святой я в это не вникаю в кельтской культуре это называется бельтайм или вальпургиева ночь другое название что удивительно мои дорогие я обнаружила что вот начиная вот вот эти вот большие годовые праздники в нашей культуре в славянской в северной культуре они абсолютно повторяя даже в деталях то что делается там вот что нам известно о том какие обряды совершают кельты и вот вам первое первое доказательство сегодня сегодня их будет очень много я не буду сейчас искать такие вот как бы корни первопричины кто откуда где начало потому что те кто меня знают знают мое убеждение твердое что все пошло с севера с гипербореи но то что у нас сейчас доступно нам то что мы можем сравнивать оно на самом деле очень интересно что считается в кельтской культуре вальпург в этот день происходит главный шабаш ведьм и разнообразной нечистой силы по преданиям ведьмы садились на свои метлы и летели на высоту гору где веселились писали и занимались развратными делами что у нас что у нас вот то что я буду сейчас написал Афанасьев человек который занимался исследованием именно славянской культуры и является одним из авторитетных скажем так сейчас источников в котором в котором мы находим очень интересное описание он писал в своем труде поэтические воззрения славян на природу вот что то есть то что я буду читать это по его словам и ну и могу сказать что по верованию наших наших старых людей происходило до рассвета первого мая то есть вот до первого часа живенного дня вот что вот что происходило у нас ежегодно на первую майскую ночь нечисть устраивает на лысой горе свой шабаш в нем принимают участие и оборотни и давно умершие развратные женщины подобно тому как в полете неистового воинства участвуют непрекаянные души усопших каждая ведьма является на празднество вместе со своим любовником бесом сам владыка демонских сил утгарт в образе козла с черным человеческим лицом важно и торжественно восседает на высоком столе или на большом каменном столе посредине собрания все присутствующие на сходке заявляют перед ним свою покорность колено преклонением и целованием слетаясь из разных стран и областей нечистые духи ведьма докладывают что делали они злого изговариваются на новые козни когда главный недоволен чьими проделками он наказует виновных ударами то есть довольно зловеще происходит ситуация там еще много пишет афанасиев это такое в общем-то действительно шабаш шабаш ведьм ну и пишет о том что потом совершается сожжение большого козла и пепел его разделяется между всеми собравшимися ведьмами которые с помощью этого пепла и причиняют людям различные бедствия кроме козла в жертвы демона приносится еще черный бык или черная корова глубище заканчивается плотским царитием в которое вступают ведьмы с нечистыми духами при совершенном погашении огней и затем каждая из них улетает на своем фамилии домой той же дорогой какой явилась на сборище ну вот именно вот так представляют афанасиев ведьм надо сказать что те кто меня знают тоже знают как я отношусь к самоназванию ведающая мать и то как в народе называют ведьм в принципе вот это народное представление я ничего не добавляю от себя просто обращаю ваше внимание что как-то ведающих людей наверное ведающих женщин как-то все таки стоит иначе называть ну вот видите какие происходят действительно по всему миру вот афанасиев пишет по всему миру и собственно говоря и доказательства истории легенды которые у нас рассказывают что и у нас это рассказывают про ночь на 1 мая и в европейской традиции поэтому мои дорогие что-то действительно есть в этом я вам посоветую вот что я вам посоветую черной солью не побояться черной не полениться не полениться это взять черную соль растворить в воде помыть порог примерно ну скажем так на 250 грамм столовая ложка ну сколько у вас будет там значит если литр то 4 столовые ложки и насыпьте полоской снаружи вот порожек насыпьте полоской черную соль так чтобы вечером вечером на 1 мая эта полосочка у вас была у порога вот я вам заговор подарю наш северный бело пришло бело прочь поди черно пришло черно прочь поди красно пришло красно прочь поди от девки шумоволоски от бабы простоволоски от красного глаза от русого волоса от своей худой думы ключ в море замок вроде сделаете ну тогда хотя бы белый хотя бы белый через три дня соль можно смести смыть смыть водой кому понравилась такая кто почувствовал необходимость такой защиты кто сделает этот простой защитный обряд вот 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 сделайте ну посмотрите какие силы ведь это такая вот всемирная всемирная ночь на которую стоит обратить внимание и о которой стоит беспокоиться ну вот я очень рада что я убедила вас сделать такое простое и на самом деле важное в нашей культуре дело отлично ну давайте теперь теперь мы с вами представим утро 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 первого мая вот некоторым может казаться что первое мая день день чего-то там струбящихся трудящихся что это праздник который нам придумали и которые составили праздновать и вот так очень прекрасно государство тоже побеспокоилась тут какие-то выходные дни какие-то демонстрации некоторые кто не скажем так не вникает в корни народных праздников могут подумать что это такой какой-то новопридуманный праздник на самом деле достоверные источники что как бы самые ближайшие интересные источники что в 19 веке даже в городах все ну до вот этих всех праздников до нововведения до революции и так далее даже в городах это был нерабочий день и все и все 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 шли на природу все старались выехать на природу ну а те кто жил на природе для них первое мая это был очень важный праздник как мы что мы знаем про древние традиции праздника первом во-первых это костер на утренней заре да хочу сказать что все первомайские праздники майские праздники о которых я буду говорить это очень мощные праздники во славу весны плодородия и определенных брачных брачных игр которые вот вместе с расцветающей природе природа и конечно все это приходит и к людям поэтому вот этот комплекс обрядов он весь связан вот с плодородием и это очень важно вы должны понимать 1 мая в ночь на 1 мая за деревней на самом высоком горе готовили костер и соломенное чучело которое подняв на шесте ставили на горке а потом садились вокруг него пировать и сжигать чучело с песнями и плясками костры жгли на утренней заре то есть вечера подготовились пока пока ведьмы бушуют на лысой горе окруженные черной солью сидят по домам но утром приходят и приходят костру что интересно что в этом костре сжигали накопившийся за зиму хлам костер старались сделать как можно выше до неба можжревельник здесь имеет очень традиционное применение подбрасывали можжревельник костер и кричали давайте я вам кричал кричалку скажу лето встречаем зиму провожаем что интересно что здесь в обряде тоже были метлы девушки они метлами милились мусор и скрипали в костер ну и у нас на севере говорили андисподи андисподи это уходи уходи у костров пили чай с шангами и кулебяками и это должно было стимулировать плодородие обеспечивать обеспечивать урожай вот сжигание чучела обряд очищения я вот что тоже наш северный обряд еще еще один да потому что еще и убывающая луна это прекрасное время для очищающих обрядов самое замечательное можно прямо делать дома но тут черные свечи конечно было бы хорошо нет черных свечей ну тогда с белыми но черные лучше погасите в комнате свет зажгите черную восковую свечу на листе бумаги напишите все что вас беспокоит тревожит от чего вы хотите избавиться сожгите лист записями приговаривая света пришло на ветер поди с худых людей пришло обратно поди как на гоголе вода не держится так бы и на менее есть имя свое реките так бы и на менее все худо не держится гоголь это утка ну потому что на гоголе вода не держится они же водоплавающие они так у них все хорошо с этим они не промокают как на гоголе вода не держится так бы и на менее все худо не держится дождитесь пока свеча полностью сгорит пепел пепел смойте водой не выбрасывайте на ветер потому что это другая другая важная часть а смойте водой вот такой вот ритуал я вам посоветую очищение тоже очень легко его можно делать семьей каждый пишет каждый пишет свое худо сжигается иду в общем это все очень очень правильно именно в эти дни вот это получается что этот костер который на заре жирного дня то есть ну поутру поутру погасите в комнате свет потому что потому что кое-где еще темно может быть может быть вы уже такой опытный человек с обрядами можете сделать обряд побольше ну вот например у нас в северной сказке есть большой набор для очищения худо показываю вам вам примерно вот эти вот предметы понадобятся черный воск свечи черные полы черная соль там бумага да и вот это вот обрядовое действие то есть ну полностью описано вебинаре и вообще в принципе вот с этим набором вебинар дается но действо оно заключается в том что вы моете очищаете помещение очищаете себя вот с помощью воскуривания с помощью воды с черной солью с помощью черных свечей вот это вот все худо собираете сжигаете удаляете из своей из своей жизни вот и что еще в в живем день делалось вот это вот тоже очень очень интересно майское дерево я когда готовилась сейчас к нашей встрече внимательно посмотрела что там кельтов делается я обычно так краем глазом наблюдаю с удивлением мои дорогие обнаружила у них тоже майское дерево у нас это было очень очень традиционное действие внесения на центральную площадь майского дерева это приход лета украшали танцевали вокруг него и пели ёлку у нас не ставили давние традиции на там на новый год или даже на калейду то есть это обычай который с ёлкой с новогодней который пётр первый по-моему завел ну до наших краев он так особенно и не добрался а вот майское дерево это действительно действительно такое внесение торжественное и называлась вообще вот этот обряд вот такой вот массовый все люди на улице майское дерево везут называется привозить лето на конях в село на конях в село привозить лето вот а ещё очень важно для тех у кого есть дача поставьте пожалуйста плюсики у кого есть дача или кто рядом с землёй сейчас я вам расскажу что вам счастливым земли пашцам хорошо бы сделать первого мая вслед за нашими предками ну вот замечательно видите сколько людей которые близко к земле вот очень рады потому что вы близко к первоисточнику силы вот значит и думаю что сейчас я расскажу вам очень полезное ну в народе этот день называется Еремей запрягальник весеннюю пахоту всегда начинали первого мая у нас так как у нас еще очень холодно у нас только где-то там 3-5 мая ледоход пойдет по реке двине вот я в реке живу вот поэтому собственно говоря полноценной это пахоти речи не идет но даже у нас в северных краях вот это вот понимая важный день вот этот перелом на лето хотя бы немного но шли и немножко там очищали землю и немножко пахали как это было как это было в тот день да хочу предупредить в тот день когда вы собираетесь выехать на поле первого мая нельзя давать взаймы чтобы не отдать урожай не давайте никому взаймы в этот день и если вы везете семена несете семена то эти зерна семена везите в незавязанных мешках чтобы земля не завязалась вот такая вот примета надо сказать что этот первый день он весь вот в магических вот таких вот осознаваемых приемах действиях обрядах которые направлены на плодородие значит первый день ну вот первый первый день первое мая перед выездом пахарь моется и одевает чистую иногда даже новую рубашку выезжать надо натощак причем перед этим семья собирается за столом ставит кружком представьте вся семья сидит на столе хлеб соль двери окна печные трубы даже если есть закрывались некоторое время сидим молча потом встаем приносим славление предкам про домашний алтарь мы с вами поговорим насыпали в божницу перед предками зерно и тот уже главный пахарь который едет в поле ну большак обычно глава семьи взяв хлеб который лежит на столе едет на поле приезжает на поле хлеб крошит вместе с семенами и сеет вместе вместе с хлебом часть хлеба пахарь сам съедает и иногда хлеб зарывали еще по углам поля вот ну у нас петли козули и закапывали их по углам козули это особые обрядовые пряники и что надо говорить хлеб с хлебом сею будет урожай хороший вот так вот то есть вы чего-то садите да хлеб с хлебом сею будет урожай хороший а еще перед посевом бросали вверх гость горсть семян а потом мешок в котором было зерно чтобы урожай был высоким то есть как этот это зерно высоко летит так и урожай будет высоким вот такие вот обрядовые такие вещи происходят это кстати одно из чародейных действий вот если вы ну некоторые из вас учились у меня на курсе северного чародейства я рассказывала о том что заговор в сопровождении с чарами действительно производят логическое действие вот собственно говоря вот эти вот это движение чары движения собственно говоря заговор он происходит поэтому когда вы первого мая пойдете на свое поле бросайте высоко и представляете как это все у вас высоко вырастет хлеб был основным предметом который брали на пашню и брали яйца скорлупу вербу и свечи московые свечи сеяли молча перемежая заговором что они не будут сильно вашему урожаю мешать. Пахали в первый день, немного важен был почин. По возвращению устраивали торжественный обид. Ещё вот что хочу сказать, что для овощей были тоже магические обряды. Исследователи говорят, и я сама чувствую такую глубокую архаику. Всего происходящего, потому что сели на гишон. Это, конечно, трудно сделать в наших дачных участках. Но репу, обрец, редьку и морковку сели именно в таком варианте. Если нет, то вариант, когда стемнеет, чтобы соседи не пугались. Женщины бегали с распущенными волосами и без юбок. В одних рубахах. Но они-то длинные были, конечно, эти рубаши. И надо бежать трижды по салоне. Некоторые самые архаичные. Да, без оберегов ли я прекрасное дополнение. Благодарю. Но хотя были такие обычаи, что и галышон. Есть еще один сад, такой старый-старый архаичный обычай. Это надо делать с клюкой. Клюка, полка. Вот что записано у нас. То, что знающие люди говорят. Хорошие-то хозяйки в этот день встанут до солнца, чтобы никто не видел, чтобы даже солнце не видело. Расплетут волосы-то без юбки в одной станушке. Идут во двор с клюкой. Там садятся на нее верхом. И то бегом бегают, то шагом ходят. То ржут по-конски, то мучат, как коровы, то клочат по курочи. Да, да. Мужикам на радость это. Это точно. Это точно. Вот такие удивительные обряды. Первое мая – это вот такой вот день. Если вы делаете обряды, если вы делаете обряды со свечами, вот первое мая, ну и вообще, в принципе, я вам скажу, до 15 мая – очень хорошее время вот на этот обряд. Ну, знающие люди уже видят набор свечей, понимают, что здесь белый, черный, красный, то есть здесь и сжигание худа, и призывание благополучия, жизни, любви и так далее. Поэтому вот такие вот обряды смешанные очень хорошо делать в это время. Потому что весна нарост, приход живы, а луна еще на убыль идет. Теперь я про первое мая рассказала. Если у вас вопросы, я хочу предупредить те, может быть, кто мало со мной общается на вебинарах, я когда говорю, я не отвечаю на вопросы, но всегда останавливаюсь, чтобы с вами поговорить. Мне кажется, Богослава, вот вы пишете на севере холодно, а представляете, как греет-то мысль о том, что, о том, что сеешь, пашешь, то все убежать с геканьем и вперед. Да, ну, мы на севере холода не боимся. Быстро прибежим, да, быстро прибежим. Пойдемте дальше. Надеюсь, что я вас снабдила очень полезными обучениями на пахоту, на сажение овощей. Если, конечно, уже все посажено, ну, не знаю, повторите обряд, побегайте вокруг своих посадок на 1 мая. Да, любопытно, да. Все стали представлять этих восхищенных мужиков-суседей. Ну что ж, а пусть привыкают. 1 мая – единственный день в году, когда это можно, когда это в традиции. Ну что ж, пойдемте дальше. Родонидца, Вишнин и Деды, 2-е, 8-е мая. Здесь я хочу вам, мои дорогие, сказать, что именно Вишнин и Деды, традиционное призывание дедов, оно, как никакой другой праздник, весенний, не зависит от климата и от обычая. Я, когда делала вебинар месяц назад, я говорила о том, что последняя неделя, которая идет после первых русалей, это тоже Родонидца, Вишнин и Деды. И май я начинаю разговором о точно так же поминовении предков. У кого как? Вот вы поспрашиваете своих старых людей, у кого когда это отмечали, праздновали, тогда и следуйте традициям Земли, на которой вы живете. Потому что я просто знаю две традиции – и так, и так. Поэтому что происходило? Что вообще, если нам, людям, современным, что нужно сделать в день поминовения предков? Ну, это сделать, конечно же, непременно обрядовое кушание для угощения предков, кутья кисель длины, вспомнить предков, конечно, вот эти дни очень хорошо для укрепления рода. Собраться вместе всей семьей, достать фотоальбом, поговорить об ушедших, вспомнить бабушек, дедушек, рассказать, особенно если есть дети, даже для них это делается, рассказать о своих корнях, рассказать какие-то семейные легенды, истории. Рассказы помогают сохранять родовую память, поблагодарить предков и богов за помощь, зажечь свечу на домашнем капище. Скажите, пожалуйста, когда у вас, когда у вас вот вешеные деды, будете ли вы делать это, если будете делать сейчас, вот в первую неделю мая, или, может быть, они уже случились с вами в конце, в конце апреля. Ещё раз хочу сказать, что это важно понимать, что делали, что когда делали на вашей земле. Вот, отлично, отлично, отлично. Давайте я вам расскажу. Расскажу наши староамбриаческие. Вот, Любовь пишет, да, 18 апреля, 17 апреля. Главное, чтобы вы делали это с любовью, с уважением, с верой в предков. И я вам хочу сказать, что вот даты эти, ну, как вот у вас, как у вас сложилось, так пусть они у вас и будут. А я вам расскажу о наших староамбриаческих традициях. Вы, наверное, знаете, что у нас здесь на севере, ну, такие, скажем так, места, когда сюда, здесь появились, скажем так, я опять же не беру мифическую гиперборею и то, что, собственно говоря, осталось только в легендах, а рассказываю вам о более близких временах. То есть, когда крестили Русь, сюда ушли люди старой веры, старой веры, верящие в язычники, ну, язычники там, не знаю, как вы к этому слову относитесь, но те, кто верили в старых богов, в старых родных нам богов. Потом, когда была реформа Никона и появились старообрядцы, которые, в общем-то, являются носителями такой веры, которая была в начале, вот христианство круто было замешано на веру со старыми богами, и вот эта вот форма, вот это верование, она была, ну, буду говорить, язычники для простоты, она была языческой, когда вот эта реформа происходила, они отказались принимать ту форму, которую мы видим сейчас, и ушли, опять же, сюда, на север, и их встретили старой веры. И у нас здесь всегда был оплод старой веров и старообрядцев, и Соловецкий, который монастырь сейчас, по сути дела, это был последний оплод старой веров, это был, сейчас он плотно занят христианствами, но там языческая древняя тысячелетняя земля, многие говорят гиперборейская. Поэтому то, что я вам сейчас расскажу, это вот наше, вот видичество, язычество. Ну, хорошее слово, видичество, я ничего плохого на самом деле не вижу и в слове язычества, от слова, язык, неважно, не будем сейчас, скажем так, словарями обмениваться, мы все понимаем это одно и то же, потому что ведическая культура, тоже многие говорят, что тоже слово не очень верное, потому что смешивается с индийскими ведами, ну, не будем, не будем, мы все об одном и том же, да, будем называть старая вера. Не думаю, что это нас объединит. Итак, вот скажите, пожалуйста, что вот это вот такое за столбики с крышей? Расскажите, пожалуйста, что это такое? Это вот у нас очень много на севере вот таких вот конструкций. Вот. Вижу отзывы совершенно правильные и отзывки тех бесед, которые я вела давным-давно. Но все правильно – это на могильные и ритуальные сооружения. То есть, по сути дела, я вам скажу так честно, еще до 19-го и даже в начале 20-го века обряды захоронения у нас на севере были староверческими. То есть, это крадирование, сжигание, захоронение и вот установка вот таких вот ритуальных обетных крестов. То есть, под ними это лежит прах. Прах умерших. И хочу сразу сказать, что вот эти обетные, обетные, ну, иногда их называют обетные кресты, правильные, вот как пишет Северина Галдце, они даже, они были рядом с домами. Они даже вот, ну, буквально непосредственной близости с домами, поэтому здороваться с предками и поклонение, почтение предкам было достаточно легко, стоило только выйти за дверь. Что у нас происходило? Давайте расскажу вам. Радуница. Ну, 1 мая — это день первой пахоты, а следующий день — это день почтения предков Радуница. Надо сказать, что самый древний обычай описывается, как провести этот день, описывается поговоркой бытующей у нас. На Радуницу до обеда пашут, потом плачут, а вечером скачут. Это я вам сейчас объясню. С утра готовили поминальную пищу. Если нужно было там пахать, работать, то пахали и работали. Днем ходили на захоронение, причитать по покойникам. Называется делать оклички, окликать родителей. На могилу клали 3 или 4 яйца, после окличек их разбивали. Что говорили? Вот в первый день. Святые родители, ходите к нам хлеба, соли кушать. Наши родненькие, не поминайте лихо, чем богаты, тем и рады. Остатки пищи отдавали животным. И сразу хочу сказать, может быть, вы не знаете, но для меня это важно вас предупредить, что в окличках, собственно говоря, на места захоронения предков никогда не ходят взрослые, не рожавшие девушки. То есть женщины, которые уже имеют детей, они участвуют в этих обрядах, а вот те, кому еще предстоит, предстоит это важное дело, им близко к миру мертвых подходить нельзя, запрещали. Вечером топили баню для предков, приносили в нее леник, мыло, шайку, белье, сами не ходили митцем. Накрывали поминальный стол, кушали напитки на стол сами в соседнюю комнату. Некоторое время там подержат, а в окно спускали полотенце, дорожку для душ. Двери забирали, через некоторое время обедали сами, а потом веселились. Вот что очень важно. У всех славян вот исконный такой ритуал в основном одинаков. Менялись только дни и детали. Общее что? Трисна, то есть обед, поминовение предков, и шумное веселье с песнями и плясками, в которое переходила трисна. Вот это очень важно. Тоже важно мне сказать, потому что здесь мы видим торжество жизни. Вот это веселье, смех, шутки, это ритуальные действия. Они показывают, что оставшиеся в живых утверждают жизнь и радуются жизни. Если у вас есть вопросы, вы их берегите. Я остановлюсь после того, как расскажу то, что хотела рассказать, и отвечу на вопросы. Поэтому, если мы говорим о том, как встретить родоницу, то вот таким вот образом. у нас 2 мая среда родоница. По календарю оно вот так вот уходит. Иногда родоница начинается в понедельник, то есть понедельник считается первым днем, но в этом мае 2018 года 2 мая среда. Поэтому, в общем-то, вешние деды могут закончиться 5 мая, в субботу. Но могут продолжиться еще неделю от среды, до следующей среды. 5 мая проводы дедов проклинали смерть. Женщины ругались на нее в домах, а мужчины бегали за ней с ножами вокруг кладбища, ну, захоронения. И все это завершалось чтением заговоров. Ну, мы с вами пищу ритуальную обсуждали на одном из вебинаров, то есть ни в коем случае не пекутся куличи, потому что это символ жизни. Крашеные яйца, вареные яйца, кутья, блины и творожное вот, собственно говоря, блюдо, которое тоже сейчас называется Пасхой, а на самом деле является таким традиционным творожным блюдом, которое делалось на вот эти дни. Поэтому поминовение предков, вот я вижу, что вы пишете, что в семье как-то относилось, что это как-то как-то это не так, это не то. Я вам хочу сказать, что в традиции славянской вот по именам последнее вот то, что, например, умер человек, ушел в надь, последнее поминовение его по имени было через год на годовщину, после чего предок причислялся к сону предков, которые охраняют род и, по сути дела, чествовали его вместе со всеми-всеми предками, всем, всем вашим родам. Поэтому родуницы и вот обычаи обряды поминовения предков, они донесли до нас обычаи и отношения к жизни и смерти, что смерть это только переход, жизнь продолжается, и это естественный природный ход событий. Еще то, что я хотела сказать о том, что Красный Кут хорошо бы иметь в доме. У нас на сайте есть статьи по поводу того, как может быть сделан домашний алтарь, но так или иначе, все-таки вот так обложка статьи «Славянское капище дома». Я надеюсь, что вы сходите и посмотрите, если вы еще не прочитали эту статью в разделе «Славянская культура» у нас на сайте. Скажите, пожалуйста, вот мне, что важно вас узнать, наверное, всем важно узнать, у кого дома есть капище. В том или ином виде стоят кумиры, образы богов, одного, двух, семи, сколько вот у вас душа попросила, кто у нас с капищем, кто позвал в дом родовую силу, хранителей счастья, благополучия, красный кут, по-разному называют, красный кут, капище, алтарь. Вот. Вот. В этом есть очень важное, очень важное именно вот наше понимание нашей родовой линии и наш призыв защищать, наш призыв к высшим силам, причем не абы каким, а нашим родным, да, защищать наш род, наш дом, наших детей, наших внуков. Вот. Поэтому я вам на самом деле советую эти задуматься, если у вас нет, задуматься о том, что вам в дом принесет благополучие. Ну, я хочу сказать, что перед красным кутом, перед алтарем хорошо делать и обряды славления богов. я вам показываю, если вы хотите это узнать, вы можете подробнее собрать, приобрести вот такой вот набор у нас, обряд славления богини Макош. И там вебинар, который объясняет обряды, бумага с обрядом. Коли вы соберетесь это делать, мы вам в помощь вот такое собрали. Ну и любимый бог Велес, который всегда считался сильнейшим покровителем, вот такая вот мужская яркая часть нашего пантеона родных богов, тоже есть обряд славления и подробно объясняем, как это делать. Поэтому славьте родных богов, мои дорогие, это возвышает душу и это придает вам уверенность, какую-то такую уверенность за пределами жизни. Еще обещала сказать о том, почему в мае гулять свадьбу, значит, всю жизнь маяться. Слышали такую примету? В мае жениться, всю жизнь маяться. Слышали? Вкратце расскажу, у нас есть хорошая подробная статья, опять же, в разделе традиции и праздники. Хочу сказать, что вот настоящая славянская невеста. Не в этом белом платьишке с открытыми плечами и легкомысленной фатой. На самом деле это такое важнейшее действие, один из, по сути дела, важных событий в жизни человека, по сути дела, рождение, свадьба, рождение детей, смерть. Да, вот такие важнейшие веки в жизни происходят. И речь идет о том, что невеста, покидая родительский дом, она прощается с чурами-охранителями. Вот те, которые, предки, которые в доме, она выходит за порог и покидает. И она вот этот вот путь, пока ее не примут чуры нужными, она беззащитная, перед худом, перед злом, перед всем тем, что может напасть на человека. Да. и вот это на самом деле очень важно. И хочу рассказать о том, что сейчас совершенно забыта роль дружков на свадьбе. Это вот эти молодые люди, которые веселятся, пьют, такие полупьяные гуляют на свадьбе. На самом деле у них роль была важнейшая. Они охраняли вот этот свадебный поезд от черных сил. Я вам хочу рассказать, прочитать, наверное, из книги Ольги Баянова, из новой книги, которая уже печатается. Люди и духи, если успею, я еще почитаю, но вот здесь хочу почитать Велеслава. Но неважно, он на самом деле это правильная свадьба. Смотрите, покрупнее. Часть, ну вот как описание того, как работал злиток, оберегая по сути дела свадьбу. Взял из рук хозяйки хлеб да соль, разломил на кусочки, круто посыпал хлеб солью, да разбросал по сторонам, плюнул три раза на восток, во все углы горницы дунул и плюнул, в один насыпал рож против порчи, другую травы на здоровье молодых, в остальные углы золу на благополучие. Посмотрел, не накидала ли какая ведьма желтого опасного порошка, печь проверил, не кинут или на загнетку с угольями такие травы, от которых смрад дурманит головы, а у иных женок рвота начинается. Во двор вышел, три раза обошел упряжку, на которой молодые на капище поедут. Проверил хомут, не подложил никакой колдун заговоренных репейных колючек, в избе обсыпал молодых рожью, перевел через разосланный под ногами черный полушубок, этим извел помыслы на порчу, если были, проводил до капища на каждом перекрестке и под каждыми воротами, шептал заклинания. Именно поэтому, когда невеста беззащитная идет от одних чуров к другим, вот в этом глубинный смысл охраны и в этом глубинный смысл того, что не стоит в мае вот эта вот навья неделя, вот недавно вот эта вот ночь навья неделя, потом еще семи карусальная неделя, то есть это такой месяц, мои дорогие, которому, который надо осторожно себя вести, поэтому не стоит, не стоит делать свадьбы. Есть ли у вас вопросы по этой теме? по теме того, почему не надо гулять свадьбой? Да. Кто знал чего-нибудь новенькое из моего рассказа про свадьбы и про предков? Расскажите. Не зря ли я старалась? хорошо, хорошо, замечательно. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. День дождь Бога 6 мая воскресенье. Для чего нужно перешагивать через черный полушубок? Снятие порчи. Черный полушубок, то есть черный именно цвет, очищающий цвет, который снимает порчу. Вот. Прекрасно. Ну что ж, теперь вы мне скажите, мои дорогие, у кого из вас есть животные такие традиционно начнем с коровы, козочек, курочки, вот, кошки и собачки тоже считаются. У кого? Вот. Вот. Собаки голодные вот. Ну что, мои дорогие, пусть ваши животные 6 мая почувствуют вашу заботу и вашу любовь. Потому что это традиционный день, который называется день первого выгона. То есть животные вот в этот день чествуются за ними ухаживают. Ну и те, которых выгоняют на травку вот 6 мая выгоняли на травку. Это праздник, он назывался праздник Юрия, праздник Егория, но надо сказать, что во многих вот опять же кельтской культуре и в нашей культуре. Этот праздник осмысливается как некое соединение мужского и женского начала. И вот все обряды они имеют в том числе под облёку благополучия. Скотт, он всегда ну собственно говоря, скотт это благополучие, но тут ещё и завязано на вот рождении жизни и надо сказать, что во всех майских вот обрядах используются яйца. То есть это прямо непременное такое, скажем так, магическое средство, скажу так. Яйца или красили, или не красили, с ними играли, их разбивали, их закапывали в землю, отдавали. И вот здесь вот например, 6 мая яйцами катали по шкурке животных, а потом это яйцо закапывали. Это какой-то вариант снятия снятия худо и получения благополучия. Ну, давайте с самого начала. У нас в севере вареные. Здесь вареные яйца используются. Вот сейчас вот скот, вы травку выгонять не будете. Расскажу сейчас, какие-то нюансы вам расскажу. У нас еще холодно, но скот обязательно проводили, выгон скота проводили символически, потому что надо было выгнать, чтобы не болел, потому что считалось, что в этот день по полям на белом коне скачет по сути дела вот Юрий, Егорий, ну, даже Бог, потому что даже Бог для нас это, ну, во-первых, он супруг живы. А даже Бог это даже Бог это не дождь Бог, не Бог дождя, а это Бог дающий. И поэтому скот надо обязательно вот выгнать или показать свежий воздух им, потому что вот в это время там гуляет даже Бог и дает здоровье и благополучие. 6 мая. Значит, что у нас делали? У нас спекли маленькие булочки, запекали в них шерстинки и скармливали животным. Как вот говорили, лошадинки ну, лошади, коровушки ну, корове. Вот, ну, думаешь, только там можно приготовить какое-нибудь мясное блюдо. Вот. И кормили скот на заслонке от печи. Как заслонка от пода не отстанет, так бы и моя скотинушка не отставала от моего двора. Ходила бы в темных лесах в зеленых кругах, от моего дома не забывала бы. Да, или рыбная. Вот. И вот это обрядовое кормление животных, ну, обязательно. Ну, речь шла о том, что коровы, там, козочки, делали хлеб, ставили, опять же, на стол хлеб, зажигали свечу, вот как я вам рассказывала по первому, первый день пахоты, то есть, вот, собирались свеча, хлеб, соль, молчание, зерно предкам на алтарь, и брали этот хлеб, брали свечу, и обходили сначала обход, вот, скота производили. Это, по сути дела, магическое действие. Магия сходства. Вот, про яйцо. Значит, кто собрался яичком массаж, как-то делать, значит, вот вам заговор. Как яичко гладко и кругло, так и, ну, у меня про лошадышку, так, а вы можете говорить, так и котик мой, так и лошадушка моя будь гладка и кругла. Как и яичко гладко и кругло, так и лошадушка моя будь гладка и кругла. Вот, яйцо потом закапывали в землю, пастухи в этот день ели яичницу, делали обязательно обход вокруг животных с хлебом, с солью, с свечой и несли образ Бога. Окуривали можжевельником, вербой, вот мы обсуждали, что верба, но верба это символ, символ весны распускающейся, вербой ударяли, ударяли животных, ну, не дрались, а поглаживая, да, вот, и, собственно говоря, если вы водили коров, то тоже пояс или клюку, и скот перешагивал через пояс, поэтому это вот тоже обрядовое такое, то есть вступали в иной мир. Чертили, сажи, кресты на хлебе и лбам, и по лбу животных. Ну, там еще обряды закрывали замком пасть волку, он думает, что нам это пока не нужно, и, конечно, здесь именно вот эти отпуски у пастухов, то есть такие длинные-длинные заговоры, они были написаны на бумаге, вообще пастуха нанимали, если он только покажет эту бумагу с отпуском, что вот у меня есть, это как бы такая длина именно работа, обязательное требование, есть у тебя отпуск, вот у меня отпуск, и пастух читал этот длинный заговор, и это связано именно с такой вот магическим действием, а я вам несколько коротких проговорю, потому что длинные, наверное, ну, длинные я в свое время читала, знаете, что это действительно длинные, мне хочется вам побольше рассказать, что делали, брали решето с ячменем, брали что-то железное, например, обломок косы, там, замок с ключом, топор, брали, и трижды противо салон обходили стадо, произносили заговор, это договор с лешим, потому что выпускали тут по природу, хозяин лесной прошут себя хранить скот от огня, от воды, от лютого зверя, от ползучего змея, от волшебных стихов, чтоб кто-то с ней не слышал своими чуткими ушами, рел король его, блею овечего и боялся голосу человечего, да будет так. Мне в этом заговоре нравятся волшебные стихи, по сути дела другие заговоры. Наузы очень распространенные были в качестве обряда магического действия именно в это время. Вот что говорили старые люди. Первый раз выгоняешь скотинку, пояс вокруг себя обвяжи, потом в воротах расстели, три дня корова пусть через этот пояс ходит, коль крепенько и плотно вокруг меня пояс держится, столь крепко и струнюшка круг двора держится. Пастух вяжет наузы, вяжет три узла против солнца, вижу своих скотинок крепко-накрепко от волка, от медведя, от росомахи, от трясуна, от зебуна, от всякого несчастного случая, вижу скотину крепко-накрепко, плотно, наплотно. И узелки привязываю бревно во дворе. Вот. Так что, надеюсь, надеюсь, я вам дала много информации про этот день 6 мая. Есть ли у вас вопросы по делу? И считается, что в этот день начинают петь жаворонок. И вот дивные стихи Александра Сергеевича Пушкина. «Солнце красное взойдет, птичка глаз у Бога внемлет, встрепенется и поет. За весной красой природы лето снойное придет». Вот это как раз про пение, первое пение жаворонка про день дождь Бога. Вопросы есть? Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. День земли 9 мая. Что делали в день земли? Обряды делились на женские и на мужские. Женщины кормили землю, вы уже наверное из моих рассказов уже понимаете. Зарывали яйца обрядовые, обрядовое печенье, хлеб, то есть делали вот такие обряды. Что делали мужчины? Мужчины засевали землю. Это некий такой мужской действия ритуальное обрядовое. И после чего мужчины и женщины сходились и обходили поле вместе по часовой стрелке, тоже подкидывали зерна, как зерно высоко летит, так и урожай у нас будет высоким. и пища, которая оставалась от ритуальной трапезы, тоже зарывалась в землю. Я вам сейчас покажу картинку, ну, фотографию, которая вам без слов скажет, каким образом мужчины засевали землю. Вот так. что скажете по этому поводу? Так ли у нас мужчины засевают землю сейчас? сейчас? Так как, извините за подробности трусов не носили, то без штанов это совсем без штанов, без портков. Вот. да, 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 я думаю, что тут теперь, теперь уже дамы. Да. Вот. Ну, что, что надо сказать, что когда мы говорим о народных обычаях, мы должны понимать, что некоторые нормы морали, они меняются в зависимости от времени. И то, что в то время казалось правильным и красивым, и очень нужным, и имеющий глубокий магический смысл, да, для нас это может, скажем, вызвать какие-то улыбки и смешки, но по сути дела это магическое действие, основанное на сходстве. То есть здесь мужчина выполнял очень важную роль, и точно так же осмыслялось действие богов, которые в этот день сходили на землю, да, и с мать сырой землей так вот поздравляли ее с всеми праздниками. Ну, а так как это фотография, вы уже догадываетесь, что этот обычай, он, в общем-то, держался, держался совсем еще недавно, и я так полагаю, что в дальних, в дальних местах, где сохранились старинные магические обычаи, возможно, это происходит именно так. Хотела, пользуясь случаем, сказать о том, что когда мы говорим о Матери-Земле в XVI веке, всегда говорю об этом, в XVI примерно веке культ Матери-Земли смешался с культом Макоши. И когда вот сейчас говорят о Макоши, как о подательнице благ земных, то очень-очень неправы, потому что Макоши — это подательница благ небесных, то есть богиня судьбы и чародинства, противоположность, может быть, даже щедрой, щедрой земной красавицы Матери-Земли. И праздник праздники Макоши считается пятницей. 12 пятницы году и десятая, которая в этом году будет 26 октября, десятая самая важная. Вот это праздник богини Макоши. Да. Да, и причем мне известно, что это примерно где-то в XVI веке произошло слияние, до этого разделяли очень четко. Есть ли у вас сейчас вопросы и комментарии по празднику День Матери-Земли? Матери-Земли. 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 Вот когда гадать можно. Не стригите волосы на убывающую луну. Здесь нет такой привязки именно к маю. В День Земли нельзя работать. Ну, вот я тоже это слышала, но я передаю вам традиции. То есть это напротив обрядовое засевание 9 мая. Как благодарить Матушку Сыру Землю под ношением ритуальным хлеб, яйца, обрядовое печенье, слов я вам обрядовых таких особых не скажу. Благодарите своими словами. Я сейчас сделаю ненадолго слайд покрупнее, чтобы вы пятницу потом в записи увидели, чтобы не щурились. Вот этот слайд покрупнее сделала. Ну, коли надо будет вернётесь. Пойдёмте дальше. Хочу ещё немножко, чуть-чуть наше время. День кукушки. Собственно говоря, это и есть семик. Это и есть семик. тот день, тот день, когда... Татьяна, вот вопрос, я уже пошла дальше, у вас вопрос ещё по Макош. Вот именно пятница Макош — это обрядовые дни, когда рукоделие становится магическим. То есть я слышала, что по пятницам нельзя. Я не знаю таких поверь среди нашего народа. ну, скажу так. Я слышала это. Слышала это от других, но у нас этого не придерживается. И вот именно магия, магическое рукоделие с определённой целью, волшебством, заговорами и намерениями получается особенно сильным. Богослава на благо. Делайте это и помните, что это волшебные дни. Пойдёмте дальше. День кукушки 26 мая. Суббота. Семик иначе назывался. Первый день зелёных русалей, день кукушки, тоже день, когда сохранился с древних, древних, древних времён. Это отголоски, отголоски инициации, женской инициации, когда девочек принимали девушки. В этот день завивали берёзки, в этот день сёстры сестрились, ну, девушки сестрились, девушки старше с девчонками только-только вот рассветшими. И неделю они оставались сёстрами, а после этого войны были или расстаться, или продолжать дружить. Да, вот Вильяр пишет, по нему вскакивали, да, я именно это и имела в виду, конечно же. вот, кукушка. Почему кукушка? Потому что, во-первых, это считается птицей живой, во-вторых, очень много про неё историй рассказывают о том, какая это непростая птица. Вот, я могу и побольше об этом рассказать, но хочется сейчас всё-таки закончить нашу тему, связанную с русалями. Что делается 26 мая? Завивается берёзка, снимается венок. Сестрица. Когда христианство, было здесь кумица, кумовья, это связано с крещением, поэтому ну тут как бы у нас не кумица, а у нас сестрица. Обмениваться подарками, гадать свинком. вот здесь вот то, что связано с панёвой, как раз-таки девичий венок снимали девчонки, молодые, прыгнувшие к панёво в это время. И позже это перешло в гадание свиньков пустить по воде и смотреть, как оно там с замужеством происходит. Проводить обряды на плодородье, делать яичницу и поминать заложных покойников. Вот заложные покойники мы вспоминали. Русалки это, кстати, тоже часть, ну считается, что это с одной стороны духи берегини, которые ходят по полям, от них зависит плодородье, в том числе с другой стороны русалки это духи умнейших до замужества до замужества девушек или ну или утопленников. Поэтому тут вот все так непросто на самом деле. А заложные покойники еще считаются ну умершие, скажем так, до времени до времени естественной смерти по старости. Заложные покойники. в народной традиции это неупокоенные души, они ходят по яве, они не могут уйти на перерождение, тут много всяких историй можно рассказать, но я сейчас не буду. Единственное, что хочу сказать, что в традициях людей, умерших не своей жизнью, не хоронили близко к дому, хоронили поодаль, и это единственный день в году, когда ходили и вспоминали эти души, ну, скажем так, выражая надежду, что они успокоятся и по сути дела будут вернуться в нафи и будут счастливы. Вся неделя, русальная неделя, это игры, танцы, русальные браслеты, конечно же, я уже показывала, вот эти красивящие браслеты, которые у нас продаются в лавке «Северная сказка», они прямо точная копия тех, которые хранятся в музее. Вот это вот русальные браслеты из музея, вот это те, которые у нас. Поэтому очень хорошее время для того, чтобы для того, чтобы вот так вот вчера действовали, крышать себе браслетами, звать любовь и получать. Ну и первые русали они отгуляли, то есть через 40 дней получается начало первых русалей, а зеленые русали начинаются через 40 дней. То есть число 40, оно такое магическое число, через 40 дней начинают русалок провожать. А вот эту вот неделю, опять же, вспоминаем, что май это время таких веселей, плодородия, брачных игр, поэтому полагалось гулять, смеяться, играть, играть с парнями в ручейки, в озорные игры, с поцелуями, игры с крашенными яйцами, качаться на качелях и водить хороводы. Вот здесь вот я обращу ваше внимание, качаться на качелях это не просто забава, это некое ритуальное магическое действие. О хороводах я много рассказывала, о качелях, обращаю ваше внимание, что это связано вот вот это движение, это тоже призыв благородия, плодородия, благополучия, поэтому когда парни раскачивают девушек сидящих на качелях это магическое обрядовое ритуальное действие. Вот. Мы с вами, мои дорогие, посмотрели, посмотрели май почти, уложились в наше время. Есть ли у вас вопросы по первому русалю? Ну да, птицу живую нельзя трогать. Ну, какие-то, я не знаю, заговоров, которые отгоняют кукушек. Не знаю, у нас не отгонять, что ли. Ну что ж, ну что ж, мои дорогие, вот как могла, собрала народные традиции по празднованию в мае. Я благодарю вас за то, что вы пришли и так прекрасно участвовали. Теперь мы с вами готовы встретить май. Мы теперь знаем, какие магические обрядовые действия делали, совершали наши предки. Ну, и в каких-то, в каком-то смысле, я думаю, что они были правы, они чувствовали природу, они понимали природу, они использовали это. я думаю, я думаю, что и нам след за нашим народом стоит делать какие-то обрядовые вещи, поберечься в ночь на 1 мая, 1 мая что-то посеять, вспомнить предков, поблагодарить, сделать какие-то действия, достать альбом, рассказать детям о своих предках, в день дождь Бога шестого позаботиться о своих животных, в день земли выйти на землю и поблагодарить ее за то, что она нас кормит, в день кукушки посмотреть вокруг, посмотреть на природу, поздороваться с березками и провести следующую неделю весело, приятно, с играми, танцами и верой в новую весну и прекрасное лето. Благодарю всех присутствующих и тех, кто будет смотреть записи. Всего вам доброго, хорошего вам мая, мои дорогие. До новых встреч! субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok